Несколько недель назад, еще до выхода дополнения Кровь и Вино, я выпустил видео, как из Геральта сделать машину для убийств, где мы разбирали некоторые билды, которые максимально подошли бы к новому дополнению. В комментариях, конечно же, набежала целая куча знающих, и сказали, что отвар из главоглаза имба, и используя его, Геральт становится бессмертным. Я планирую сейчас доработать свой билд для New Game+, но перед этим как раз хочу провести небольшой тест отвара из главоглаза и проверить его имбовость. По описанию, отвар должен снижать урон, и чем легче на нас броня, и чем меньше у нас в инвентаре вещей, тем больше снижается урон. То есть, никакой брони он не добавляет, только уменьшает урон. Неужели он реально может сделать ведьмака бессмертным? Для начала убираем все, что можно из инвентаря. Нахрен эту броню, арбалеты и даже мечи. Все, что что-то весит, мы убираем. Для чистоты эксперимента я даже все скиллы уберу, ну, кроме необходимых для использования двух отваров. Так, теперь ставим умение сильная спина и отвар из беса, увеличивающий максимально переносимый вес. Также пьем отвар из главоглаза и смотрим. Икона! Ребят, ты! Боли его! Ну, что могу сказать? Учитывая, что на нас нет доспехов и с зельем нам снимают примерно три четверти от нашего хп, это очень даже неплохо. Если же отвар из главоглаза снять, то неминуемая смерть при первом же ударе. Хорошо, пора одеться. Например, в самый легкий по весу сет Школы Змеи и провести повторный тест. Кроме доспехов ничего не одеваем, сохраняя минимальный вес. Кстати, сам по себе доспехи имеют очень даже неплохие показатели защиты и сопротивляемости. Итак, с отваром сносят примерно 1 восьмую хп. А бес убивает с двух ударов. Жуткая жуть, отвар реально имбовый. Пора встретиться с противником как настоящий ведьмак. Броня – Школа Медведя. Мечи, арбалеты и необходимый минимум в инвентаре. Напомню, что у Медведя самые высокие показатели сопротивления к физическому урону всех типов. В итоге, броня действительно оправдывает свой статус. С отваром урон чуть меньше, чем только в броне Змеи. Но учитывая, что мы сильно прибавили вес, и это нормально. Зато без него мы держим аж 4 удара против двух в сете Змеи. Сет Медведя реально тащит, как и отвар из Главоглаза. Пришло время последнего теста. Самый тяжелый сет. Школа Мантикоры. Самый тяжелый арбалет и мечи, плюс доверху забитый инвентарь без навыков и отваров на его увеличение. По идее, отвар Главоглаза не должен действовать. Сейчас проверим. Я тут долго не протянет! А действительно, что с отваром, что без него, урон примерно одинаковый. Подводя итог. Отвар из Главоглаза must have для комфортной игры. Ведь он реально снижает урон в полтора, два, а то и три раза. Но он очень требователен к общему весу в целом, и доспехов в частности. И не всегда получается это правило соблюдать. А потому нет. Сам по себе отвар из Главоглаза не делает Геральта бессмертным. Но очень этому способствует. С другой стороны, мы были совсем без прокачки и минимальным количеством ХП. При постройке билда проверим, как он проявит себя в настоящем бою. Ну а если это видео вам понравилось или показалось полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Не забывая подписываться на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok